Слушатели Радио Лемма стали все чаще обращаться к журналисту и по совместительству ведущему эфиров на Радио Лемма Андрею Калачинскому с одним вопросом, который, судя по всему, волнует самого журналиста. В прошлый раз, когда мы говорили о политической ситуации в нашей стране, в нашем крае, мне передали записку, где незнакомая мне радиослушательница по имени Любовь просила меня, как господина Калачинского, рассказать, а что же происходит в Москве на процессе по делу Андрея Лушникова, Андрея Пушкарева и Игоря Сергеевича Пушкарева, бывшего главы администрации города Владивостока. Именно о том, на каком этапе находится дело экс-главы Владивостока, его брата и его коллеги, обсудили в эфире Леммы Андрей Калачинский и его собеседник, главный редактор газеты «Дальневосточные ведомости» Олег Жунусов. Основным инфоповодом для беседы стала новость о том, что Конституционный суд спустя более двух лет с ареста экс-мэра так и не нашел нарушений по факту переноса территориальной подсудности дела Игоря Пушкарева из Приморья в Московский суд. Тут, я так понимаю, все-таки это еще один штрих, доказывающий, что дело весьма политизировано. Политизировано, да, ты считаешь? Да. Как отмечается в постановлении, главный повод переноса – возможное влияние обвиняемых на объективность и беспристрастность судебного процесса. Получается, Приморскому суду высказано недоверие. При этом, насколько эффективна работа правоохранителей, осуществляющих допросы по онлайн-связи в столице, не говорят. Но все острее становится тема последствий домашнего ареста для Андрея Пушкарева, у которого большие проблемы со здоровьем. Я просто напомню тем, кто не знал, расскажу. На Новый год, в 2015 году, Андрей Пушкарев, как многие из нас, заглянул в петарду, потому что она, по ее мнению, не взорвалась. А когда он на ней наклонилась, тут она и взорвалась. И он чрезвычайно сильно пострадал. Несмотря на это, решение Конституционного суда и позиция Генеральной прокуратуры сохраняют статус-кво. Напоминаем, что задать вопросы к главе Владивостока можно на официальном сайте Игоря Пушкарева, а также в комментариях на страницах социальных сетей ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Акция «Обратная связь» стартовала в ноябре 2017 года. Восьмой канал продолжает следить за ситуацией вокруг самого резонансного дела в истории Приморской столицы. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.